задняя маленькая спинка спинка заднего дивана назовем так таком состоянии так делать будем все все элементы мне сказали делать надо даже вот эту штучку и я тоже будем делать то есть изготавливать будем все все вроде бы ничего заводские искусственно созданные складки которые мы постараемся повторить они выйдут со временем видите да в каком состоянии но вот беда ребят беда это то что выгорел весь бог в этой машине или не в этой машине ну где-то в любом случае выгорело сидение которое мне надо восстановить сейчас я покажу это как это выглядит то есть этот бог мне надо воссоздать из так сказать скотча бумажного вот эту часть подправить потом нарастить поролон при сборочке потому что поролон тоже сгорел видите да выгорел весь 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 выгорел все это мы снимем разберем и сделаем копию куча всяких утяжек которые тоже надо будет повторить поэтому я боюсь что на эту деталь у меня тоже уйдет почти целый день ребят вот на эту деталь которая сейчас перед вами очень страшно выглядит на видео потому что много много элементов а это всего лишь задний диван машины задняя спинка сколько электроники даже блок какой-то поправил поплавился ну я думаю что он работает так в общем все сейчас я это все скотчем постараюсь восстановить хорошо что вот эта пластмасска уцелела не сгорела вот единственное меня конечно затрудняет вот этот угол я не могу понять вот как здесь это все работает потому что вот эта штука она ходит я так думаю что и само сидение как-то двигается наверное ну не знаю вот видите то есть завод предусмотрел вот это движение мне его надо как-то будет повторить и обнять это место а здесь что наверное такая же защелка я так думаю ну сейчас будем что-то колхозить потому что к сожалению других вариантов у меня нет и вот это место надо не забыть удлинить здесь тоже вот утяжка она тоже сгорела вот здесь тоже была пластмасса видите да вот тоже сгорела здесь тоже надо что-то придумать поролон тоже сгорел тоже надо будет восстанавливать из пла пластмасски я даже не знаю с чем не делать у меня есть там какие-то постараюсь более-менее подобрать так ну или в конце концов придется клеить это все на клей больше никак но лучше пластмасски колечки ну как-то по колхозному будут такие колечки я не могу сюда поставить потому что во первых здесь очень мало места куда подлезть ну и колечком здесь не место колечки для других целей предназначены также у них присутствуют утяжки посередине где-то вон еще там кучу утяжек сейчас я их тоже буду снимать в общем разборку я вам показывать не буду сейчас я облепляю значит скотчем здесь и более-менее как-то вам покажусь включусь где какие метки с поставил расставил я кучу меток сделал приблизительный крой он отклеивается постоянно потому что там все горелое и поклеить это невозможно я его обрезал подрезал но здесь потом логический поворотик я сделаю здесь немножечко железка торчит потому что поролона нет меток я кучу наставил теперь смотрите какое огромное количество мелких деталей в этой машине в этом сидении не то что в этой машине в этом сидении тут просто надо предусмотреть кучу отверстий каких-то открывашек не знаю для чего они нужны но нужны ужас 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 вот эти детальки тоже надо снять пометить обязательно потому что они тоже отличаются левая правая большое маленькое видите здесь поменьше здесь побольше в каком направлении они куда лежат прикручены куча вот таких вот в деталях смотрите вот здесь даже забыл метки поставить сейчас поставлю сейчас специально поставлю не забуду так все вот это начало до конца ребят вот эта работа очень сложная на первый взгляд вы когда смотрите на сиденье вы видите просто лицевую часть сидения но если посмотреть все это детально детали здесь я боюсь что далеко за 20 за 20 даже больше больше чем за 20 и все это надо вшить на место ребята на место здесь тоже я до восстановил утяжку тоже как-нибудь придумаю в общем здесь сейчас придется знаете как это это не опять получается что моя работа это практически не ремонт а практически опять реставрация ввязался я в реставрацию ну ввязался значит как говорится делай так значит все это теперь разбираю и потом расскажу как я буду шить потому что здесь шить надо кусочками чтобы не запутаться если я сейчас распарю все это до нуля я это все потом не соберу это очень сложно сейчас я снимаю чехол ну вот эту часть я наверное выпарываю потому что она мне не даст снять чехол сейчас я как-то это все разбираю и потом буду рассказывать какими частями я буду что шить потому что даже вот в этом углу вот в этом углу из такого количества деталей можно очень легко запутаться вы не думаете что это вот ну что тут такого да вот на первый взгляд ну давайте разберите вот это все а потом попробуйте все собрать без такого количества меток которые я ставлю и вообще потом всю эту кашу вы знаете сколько будете вспоминать что чего откуда и как это просто кошмар а последовательность швов не забывайте ребят что тоже важно очень все ребят давайте сейчас я переключусь на разборку а потом вам включусь покажу что я придумал ребят вот такие вот грязные руки сидение старое все пачкается так буду включение такие делать так как все ролики мои технического характера реку ребята не развлекательного здесь вы клоунов не увидите хочу показать как на заводе сшивали достаточно вот такую первую на первый взгляд простую но сложную деталь как задняя спинка это маленькая я еще до большой не добрался значит какова последовательность могу начать с конца или сначала давайте сначала смотрите сначала собирается допустим вот эта часть 1 2 3 вот эта вот часть обязательно сюда должна пришиться одновременно потому что точно такая же на этой детали пришита к ней дальше отдельно собирается бок до того как собрать бок надо собрать сначала вот эту часть которая сгорела которая сгорела видите сначала вот этот узел надо полностью собрать со всей обраткой ребят там еще обратки полно потом эта деталь пришивается к этой детали но как у этой детали должна быть вот эта деталь пришита вот это вот обязательно пришита а сделана от строчка двойная 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 потом что с правой частью сидения то же самое сшивается эта часть эта часть эта часть потом отдельно сшивается вот эта часть тоже со всей внутрянкой ребят смотрите там сколько внутрянки здесь много внутрянки здесь много внутрянки потом пришивается и делается двойная от строчка потом все это как-то надо вместе соединить вот эту вот эту и вот эту деталь я потом уже перед сшиванием еще раз скажу потому что это очень сложный момент правильность положение швов это важная вещь потом сшивается значит вот эта часть смотрите да сколько здесь всего ее распарываешь и отдельно шиваешь не надо все разобрать и скроить все за раз ребят вы ничего потом не соберете берете отдельно деталь кроить и сшиваете берете сшиваете берете сшиваете но эту пофигу это можно накроить заранее вот это вот сложная деталь на первый взгляд простая но смотрите сколько тут тоже всего видите да хочу показать насколько сложна работа вот потом вот эта часть из всех вот то что вы видите сшивается крайней частью значит потом собираете эту часть с этой частью она вшива шьется вот как вы поняли Вот так строго по шву. С любой стороны, как вам удобно, шов внутренний. Это то же самое. Шьется по шву тоже с любой стороны. Потом там накрывается утяжкой, которая у меня вся расплавилась. Вот она. Мне надо с ней что-то будет мудрить. Потом вшивается уже готовая вот эта деталь по кругу. И в нее вшивается внутренняя утяжка. Вон та, вон сгнившая белая утяжечка. И потом накрывается все это задней утяжкой. Я даже не знаю, где она. А, вот она. Сейчас возьму. Потом все это накрывается вот такой вот ленточкой. Видите, да? Хлопчатобумажной. Она с задней части сидения. Никто ее, как говорится, не будет вам делать, поверьте мне. Что мало кто ателье будет это все менять. Это с задней стороны сидения. Это не сгнило. Это еще не сгнило. И вот эта вот деталька, она сшивается одновременно. Так что вот такой вот порядок изготовления этого сидения. Конечно, все, ребят, все вот эти утяжки можно изготовить новыми. Но вам никто за них не заплатит. Точнее, мне за них никто не заплатит по простой причине. Если я буду вот это вот делать, все вот эти утяжки, моя работа увеличится еще на несколько дней. Ну и, соответственно, если дней, то, соответственно, и тысяч рублей. Вот. И если вы скажете заказчику, ребят, я буду вам все делать, люди, которые очень дотошны, они скажут, Руслан, делай. В деньгах вопроса нет. Но вы поймите, что все хотят подешевле. Ну, таков мир. Так что все утяжки, вот эти, всю мелочь, 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 которая внутри, все вот эти вот, это все приходится вшивать из старого в новое. Они еще послужат. Если, конечно, все это сгнило, конечно, я буду новое делать. Но это грязная, да, в плесени, но она крепкая. И она еще 155 лет прослужит, больше, чем сама машина. Так, все. Ну, крайняя деталь, вы поняли, да? Я ее вот как мог снял аккуратненько, так же, как вот здесь вот угол. Сейчас я это все перенесу и вперед. Ролики, ребят, технические. Кому не интересно, ради бога, не смотрите, не пишите в комментариях там, что я снимаю, извините говоря, как французы говорят, мерде. Вот, понимаете, это технические ролики. Кому вот это вот тонкости в моей работе и работа не только моей, а еще и огромного количества ателье интересно, ради бога, смотрите. Кому не интересно, ребят, уходите, не смотрите, потому что все ролики технические. Здесь нет никакой развлекаловки. Ну что, центральную часть я сшил. С ней проблем нет. Она, как говорится, уже у меня раз, два, три, четыре, пять, шесть, седьмая. Так, и боковинка. Боковинка, которая выглядела у нас, соответственно, вот так вот, достаточно сложно, сгоревшая. В полном углу. И вот теперь новая, как выглядит, ребят, новенькая боковиночка. Все то же самое, все повторил. Утяжечка здесь. Сгорелый бок теперь у нас не сгорелый. Единственное, что, конечно, я пока повременю вот с этой утяжкой, которая здесь вшита, я ее пока не вшиваю. Ну, вошью потом уже. Это чехол достаточно просторный, и я уже по месту ее вошью. А может быть, вошью раньше. Не знаю, посмотрю. Я, честно говоря, про нее забыл. Будем честны. Я про нее забыл. Так, ее... Да, вообще, тут длины ее хватит. Нормально. Она как раз по погорелое место. Вот здесь у них что-то было, я так и не понял, что было. Поэтому я сделал разрез, который будет утоплен. Здесь механизм ходит. Судя по всему, там что-то было. Что я не увидел на фотографиях. То есть, у меня есть фотки, но там непонятно. То есть, я повторил просто все как можно. Сбоку все равно ничего видно не будет, потому что спинка не раскладная. Вот, но механизм ходит. Так, ну что, теперь... Теперь я приступаю к правому боку. Правый бок, где у нас? Правый бок, вот он. Так, теперь я приступаю к правому боку. Чистая... Так, вот у меня центр теперь, что тоже очень сложный. И правый бок, который еще сложнее, ребят. Смотрите, здесь сколько деталей на правом боку, относительно левого бока. Вот так вот он сложно устроен. Я его отдельно, вообще буду отдельно шить. Смотрите, и с этой стороны что у нас творится. С этой стороны тоже. Вот это все, смотрите, вот это все должно сшитость точно сюда пару миллиметров. Подкладка тоже имеет значение. То есть, ее можно туда-сюда погулять. Ну, не подкладка, а вот эти вот штучки. Но все равно точность пару миллиметров должна быть. Потому что все вот эти пластмасски, они защелкиваются в определенные места. И у них иногда бывают ограничители. То есть, ты не можешь здесь какие-то механизмы проходят. Допустим, я не помню, как на этой машине. Но их точно надо шить. Тоже стараться очень точно шить. Ну, и плюс вот эта вот штука. Тоже отбортовочка. Ее тоже надо туда вшить. С той стороны она была. Я ее не стал шить. По причине того, что она такая тонкая была. И такая ужасная и ненужная. Что я не стал ее туда вшивать. И, соответственно, на другом диванчике я ее тоже не вошью. Вот здесь вот она хотя бы какой-то вид имеет. А там она просто, вот знаете как, ну просто тряпочка вот так вот сложенная. Она никакой роли не играет. То есть, она там типа прикрывает какой-то шовчик, которого даже и не видно. То есть, здесь она с поролоном внутри. Вот. А там просто тряпочка сложенная пополам. То есть, она вообще ничего. Там ее просто не видно. Она сгорела вся, ребят. Честно вам скажу. Она просто сгорела. И я не стал заморачиваться. Мне тот бок вообще не из чего делать. Никак. Приходится, знаете, как вот из ничего делать что-то. То есть, мне привезли с выгоревшим боком. Это вы еще не видели вторую часть, которая большая. Вот. Которая большая часть. Там тоже все сгорело. Вот. И там мне посложнее, конечно, придется все это восстанавливать. Это все, ну, сложно, ребят. Это на первый взгляд кажется, что вот это все ерунда. А так это все сложновато. Так. Опять я много разговариваю. Все. В общем, я сейчас делаю что? Либо вот эту часть, либо эту. Я сам решу, какую вперед. Так, закончил очередную детальку я. Ну, наверное, самую сложную. Здесь больше всего деталей было, которые надо было сочетать. Вот. Ну, результат есть. Так, попробую я уместиться в этот чехол сегодня, в сегодняшний день. И еще начать второй большой. Так. Это у меня правая сторона. И теперь центральная часть. Надо закончить вот эту центральную часть. Чтобы потом приступить к сборке уже. То есть, к сборочке. Да, к сборочке. Все. Больше ничего не надо. Так. Ну, все. Я ее сейчас распарываю. Сшиваю. Тут, в принципе, видите, да? Ничего такого я и рассказывать не буду. Одна деталь. Вторая деталь. Третья деталь. Четвертая. Эти вместе сшиваются. Потом пристрачиваются общими швами. И утяжечка. Металлическая спица сюда вставляется. А эти притягиваются за каркас. Металлический каркас самого сидения. Это будет такова центральная. Пластмасски. Вот эти пластмасски, они всегда вызывают много вопросов. Если ты их делаешь сразу, то очень часто отверстие непосредственно в сидении может быть смещено. То есть, обычно, вот смотрите, у них проколы даже на разном расстоянии. Вот здесь вот больше расстояния, здесь меньше расстояния. То есть, даже вот у заводских разное расстояние. Я всегда такие вещи по месту. Я лучше отщеплю заднюю утяжку, которая будет вот в этом месте пришита. Пальцем намечу, когда чехол установлю, пальцем намечу. Хотя нет, здесь же утяжка будет. Так хитро не пройдет. Ну ладно, в любом случае, я их прокалывать не буду. Поставить их всегда быстро. А вот и отверстие переделать это практически невозможно уже будет. Потому что вот эта деталь, она будет вшита в чехол. Все, это капец. Так, подобрался я к общей сборке. Сшил я все, так сказать, левые, правые, верхние, центральные детали. Каких тут только не было. А теперь я это все собирать буду. А потом займусь утяжками, которых половины нет. Потому что они сгорели. Так, значит, я сшиваю эти две детали. Потом эти две детали внутренними швами. Обрезаю их. И потом сшиваю вот эту вот центральную. Заканчиваю все центральной утяжкой. Так, это будет покончено с центральной частью сидушки. И потом я буду мудрить с защелками, которые по бокам. Особенно с теми, с которыми, которых нет вообще. То есть буду сейчас чего-то выискивать. 8 часов работы, ребят. Ровно 8 часов работы. Вот эта вот маленькая кучка. Я не знаю, почему она такая маленькая. Но здесь все. Ну, плюс вот эта вот большая деталь, еще одна. Так, значит, сшил я заднюю маленькую спинку. То есть, представьте, да, за 8 часов работы одна деталь. За кадром я вшил вот эту утяжечку. Сшил вот эту штучку, которая тоже настоятельно меня просили. Значит, вшил вот этот пластик, который сверху был горелый. Я его так немножко подрезал, освежил, но, в общем, хоть как-то вшил. Там будет, должна была утяжка идти до самого верха, но так как я понятия не имею, что там как и было до пожара, я сделал так, чтобы цеплялась на кольца, и будет все нормально. Потом сделал верхнюю утяжку тоже из двух. Нашел какие-то у себя там давно-давно лежащие утяжки, разрезал утяжку, которая не сгорела, пришил на новую полосу и распределил их через одну. Вот три крайних, точнее, средние крайние, это оригинальные утяжки, а между ними это две мои утяжки. Ну, на взгляд они абсолютно одинаковые, но они от другого сидения, от Kia. Вот, но принцип работы тот же самый. Ребят, вот это 8 часов работы. 8 часов работы. То есть, вы понимаете, сколько шьется машина. В конце вы посчитаете дни, я их так примерно посчитаю, но я думаю, это выйдет, наверное, дней, сейчас я вам скажу, дней, наверное, 7 точно выйдет. Потому что машина сверхсложная. Ты сначала, когда берешь работу, это не понимаешь, но по мере шития, это не обычный задний диван, это с углублениями, с кучей мелких деталек. Это не обычное сидение, которое можно там встретить на обычных седанах. Это седан, но со сложным задним диваном. Так что на сегодня я заканчиваю, а завтра буду делать заднюю спинку, но уже в которой будет подлокотник. Но подлокотники я буду делать отдельно, завтра подлокотника не будет.